Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами изготовим стример, который я изготавливал для поимки лососевых. Но, учитывая то, что он хорошо работает и по нашему хищнику, я хотел бы вам предложить этот вариант. Аналогов вы не найдете, поэтому, если у вас какие-либо будут вопросы, вы их сможете потом задать, я отвечу. Давайте приступим, и я постараюсь не очень быстро вам все рассказывать. Крючок я взял пайковый, это у меня где-то двойка. Огрузил центральную часть я свинцом и сделал для себя соответствующую отметочку, за которую я не должен заходить. То есть, мы что-то будем среднее между Бобби Нимф, Поппером, Воблером и стримером изготавливать. И закрепил вот такую щепоточку жесткого люрекса, который я изготавливаю сам. Теперь нам понадобится белый мех писца и красный мех писца. Если у вас имеется какой-либо другой, или вот зеленый, или там сиреневый, тоже можно использовать. Морковный, пробуйте, какой вам будет удобно. То есть, я сейчас изготовлю тот вариант, который был уже проверен на наших водоемах. Желательно, чтобы мех писца был достаточно эластичным. Можно попробовать заменить синтетическим материалом. Попробуйте, может получится. Отрезаем небольшую щепоточку нашего меха. Удаляем, как всегда, подшерсток. И, как вы видите, длина нашего хвостика соизмерима с величиной меха, который я подготовил. Поэтому мы сейчас закрепляем поэтапно и будем, как ярусами, один над одним, закреплять материалы. Формировать хвостик. Не заходим за точку, которая уже закреплена люрексом. И весь материал желательно нам крепить так, чтобы был строго-строго над цевьем. От этого будет зависеть движение нашего стримера. Закрепили. Теперь берем щепоточку. Щепоточку красного меха писца. Она должна быть по длине гораздо меньше, так как это у нас будет находиться внутри. Но толщина должна соответствовать той толщине белого меха писца, который мы с вами изначально первый отрезали. Также убираем подшерсток. Подровняли волоски, которые нам мешают. И у нас с вами должна выйти вот такая симпатичная кисточка. Теперь подравниваем торец. И как всегда я обычно промазываю торец даббинга и место крепления. Промазали немножечко клеем. И буквально вот так беру промазываю торец. Для щуки лишним это не бывает. Удерживаем пучок вот так сверху. Притяжной петлей подхватили. И докрепили окончательно материал. Опять берем теперь щепоточку нашего белого меха. Но уже он должен быть хотя бы немножечко больше первого белого меха, который мы взяли. То есть мы сам хвост у нас будет выступать в качестве и стабилизатора, и балансира. Также убираем подшерсток, все что нам мешает. Промазываем торец клеем и место крепления. И крепим аккурат так, чтобы у нас было над нашим красным. Следим за тем, чтобы не забраться нам за наш люрекс. Годится. Остаточки подровняли, все что нам нужно. Теперь нам необходим люрекс. Плоский, но с хорошим отражающим эффектом. Вот я взял фирмы Hens. Обыкновенный плоский люрекс, который продается практически во всех магазинах. И теперь я укладываю одну часть с одной стороны. Переламываю с другой стороны. Отрезаем по длине. И укладываю теперь последнюю прядь, та, которая должна быть у нас сверху. И так же ее переламываю. Так что она у нас с двух сторон подрезали. Теперь окончательно закрепим наши материалы. Тело мы будем изготавливать с вами из даббинга. Можно его изготавливать из тесьмы, которую я вам уже неоднократно в своих фильмах показывал. Если у вас есть, допустим, в наличии, вот, оранжевая или шартрез, вот такая, это обыкновенная тесьма, которую я приобрел в галантерейном магазине. Закрепим нашу тесьму, давайте изготовим из тесьмы. Ну, как я уже говорил, можно изготавливать из даббинга. В качестве опушки я буду использовать перо, которое обычно вот есть в скальпе петуха. Ну, попадаются такие вот бракованные, с оторванными у меня кончиками, которые уже сложно куда-либо использовать. Я подготавливаю это перышко и креплю здесь же. Теперь нам необходимо с вами будет закрепить перо и в то же время хорошо засегментировать наше тело. Я буду использовать достаточно крепкую, но не толстую леску в флюо. Где-то 0,1. 0,01 вернее. Не заходим за место, которое мы с вами обозначили. Теперь аккуратно нить оставляем здесь и формируем тело. Желательно, конечно, перед началом нам промазать клеем. Для большей надежности. Не забываем подкручивать наш с вами материал. И виточек к виточку стараемся уложить до свинца. В меньшем исполнении хорошо реагирует белая рыба. Не только хищник, но и наша белая рыба. Плотва, в частности, красноперка. Но в меньшем варианте, это вы уже потом сами увидите, когда будет готово наш стример, несколько сложно его изготовить. Отрезаем остатки. Теперь так же, не стесняемся, промазываем клеем. И стараемся не заходить за место. Прихватили. Берем наше перо и выполним столько, сколько у нас выйдет здесь оборотов. И вот как раз до пуховой части мне хорошо хватает. Закрепим теперь наше перо и остатки удаляем. Отрезали остатки. И теперь берем нашей леской и начинаем аккуратно, так, чтобы не приминать бородки. Проматывать наше перо. Так же доходим до нашей точки крепления. И здесь же закрепим нашу леску. Промажем нить клеем и промотаем. Теперь леску можно удалить. Теперь переходим к основному элементу, который, как говорится, был у нас в небольшом секрете. Это сама передняя часть, которая у нас будет выполняться из вот такого обыкновенного материала, который изготавливается, как вы видите, обыкновенная подошва и используется гильза. Мы попера и все остальное с вами изготавливаем, поэтому для вас никаких здесь секретов не составляет. Значит, толщина самой пластинки должна составлять так-так, вот сейчас вы сами увидите, чтобы мы могли ее одеть и спокойно вот так выполнить нашу головку, чтобы можно было ее в таком положении закрепить. Поэтому сами для себя экспериментально подберете, какое вам необходимо будет перо по величине, так, чтобы у нас сохранялась и плавучесть, и не прокручивался стример. Так как вы видите, величина пера у меня значительно больше. При меньшем и жестком пере так же хорошо себя ведет стример, поэтому пробуйте, экспериментируйте. Берем теперь наш клей, промажем немножечко нашу нить, берем остатки нашего красного даббинга, который у нас оставался при выщипывании меха-писца. Не сильно трамбуем, но и в то же время, чтобы не было рыхлым. Приблизительно вот такая должна быть веревочка. Уводим аккуратненько бородки пера наши назад. И начинаем с места крепления нашего пера формировать вот такую шейку. И доходим, добавляем и доходим до точки крепления. Никаких блестящих элементов и ничего мы здесь уже не добавляем. И теперь мы берем, нам необходимо с вами сделать здесь завершающий узел и нить перекинуть теперь за нашей шайбочкой. Установили шайбу и теперь нам необходимо здесь опять так же, как вначале, выполнить обмотку, но обязательно, если есть возможность, использовать клей достаточно хорошего качества, чтобы у нас здесь ничего не прокручивалось. Потому что крепить мы сейчас будем с вами уже непосредственно весь материал, который здесь у нас имеется. Значит, для того, чтобы у нас наша шайбочка хорошо сидела и имела форму, допустим, головы, нам опять необходимо будет взять любой даббинг, это уже не принципиально, так как он будет находиться внутри, и изготовить конусом приблизительно наполовину нашего тела, которое осталось до колечка, форму. Вначале наматываем побольше, пожирнее. И обязательно надо проверить, насколько у нас хорошо будет потом оно закрываться. Можно еще добавить. Подготовили вот такой конус, проверили, чтобы у нас аккуратненько подходило до колечка, и теперь нам необходимо хорошо промазать край даббинга и нашу пенку. И теперь нам необходимо взять и просто вот так все это приклеить. Следить надо за тем, чтобы у нас находилось в одном положении. Для того, чтобы не держать это, я обычно беру обыкновенную прищепку, поджимаю и оставляю для того, чтобы она у меня сохла. Ждем, пока прихватится. Приклеили с вами пенку. Сверху я приклеил глазки. Вы уже на свое усмотрение. И как вы видите, вот такой стример необычный. Достаточно уловистый, потому что с тонущим шнуром или же с дробинкой достаточно необычно себя ведет в воде. Хорошо держит струю за счет вот этой лопатки. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, вы пишите, я буду отвечать. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...